Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос прямо, да, то я полагаю, что, значит, ваш именно запрос, да, именно запрос, как быть, вот именно запрос, как бы, как быть, решается через отделение, скорее, от мамы, значит, на всех уровнях, вот, и, значит, формирование, ну, такого более самостоятельного поведения, да, более независимого поведения по отношению к ней, а, значит, так, чтобы, а, значит, мама, да, и её какая-то позиция, вот, ни в коем случае не влияла на вас, вот, потому что на данный момент то, что вы описываете, это некая такая, знаете, не побоюсь этого слова, некая такая созависимость от мамы своей, то есть у вас она есть, эта самая созависимость, понимаете, какая история, вот, и, собственно, да, свою маму вы ни в коем случае не поменяете, не переделаете, вот, а вот то, почему вас это беспокоит, то почему вас это парит, то почему вы об этом переживаете, это уже очень важный вопрос. На мой взгляд, он требует самого пристального рассмотрения, потому что, еще раз повторяю, да, что вы взрослый человек уже, вы уже взрослый человек, и вы, по идее, по идее, ну, уже принадлежите только сам себе, вот, то есть ваша мама, она к вам отношение имеет очень, ну, очень посредственно, вот, то есть, постольку, постольку, поскольку ваша мама имеет, к вам отношение, вот, а вы, как будто бы, слишком много уделяете внимания тому, что она о вас подумает, к тому, что она, не знаю, будет делать, к тому, как она, как она относится к вам, вот, и так далее, понимаешь, понимаете? И механизм, механизм, механизм такого поведения, да, он, в общем-то, называется, как правило, созависимостью. То есть, вы, как будто бы, чересчур зависимы от своей мамы, как будто бы, вы чересчур нуждаетесь в своей маме, да, вот. И вот это, то, что связано именно с вашими потребностями, с вашими желаниями, необходимо разбирать. Потому что тот факт, что вы спрашиваете про неё, а не про, собственно, себя, да, говорит о многом. Вот. И, в первую очередь, говорит о том, что вы, ну, склонны, склонны принижать себя. Вы склонны принижать, значит, ну, себя, как таковую, может быть, вот так, я думаю. Вот. Что касается мамы, то, что здесь ситуация такая, что мама делает то, что делает, потому что у неё есть в этом потребность. То есть, то есть, у неё есть потребность делать так, как она делает. Она этого хочет. Ваша мама хочет это делать. Вот. Делает она так, потому что ей это нужно. Ей это интересно, её это, значит, там, привлекает, ей это нравится. Вот. Так она, ну, вот таким образом, таким образом. Она получает то, что хочет. Так она получает то, что ей необходимо. И она будет, она будет действовать так, как действует до тех пор, пока вы не измените свою модель поведения. То есть, только если вы сами не поменяете свою модель поведения, только если вы сами не станете вести себя иначе, то ваша мама не изменится. У неё просто нет, у неё просто нет, у неё просто не будет для этого, для этого стимула, стимула. Вот. Какой может быть стимул, да, у вашей мамы меняться? Это прекращение удовлетворения своих потребностей через ту модель поведения, которой она придерживается сейчас, на данный момент. То есть, если вы будете соглашаться со своей мамой, если вы даже, может быть, сделаете несколько раз так, как хочет она, да? То есть, если вы прям вот даже поступите так, как ей хочется. Вот. Ну, только, чтобы она увидела, что, что она, ну, что как она предлагает, например, да, действовать. Но абсолютно неправильно и вам не подходит. Вот. Вот если вы будете действовать так, что ситуация, ситуация, так сказать, эээ, рискует, да, стать, рискует стать лучше. Ну, конечно, у меня есть вопрос относительно того, насколько вы реально готовы свою ситуацию менять, насколько вы реально готовы делать так, чтобы поведение мамы менялось. Вот. Есть у меня, конечно, некоторые подозрения на этот счет, сомнения, но тем не менее, тем не менее. Ваша мама не поменяется до тех пор, пока вы будете вести себя так. Так, чем быстрее, чем раньше в этом память, тем лучше будет это для вас. Вот. Ну и, эээ, как я уже сказал, если вас задевает, эээ, что-то, да, если вас, эээ, вот вы говорите, что я об этом переживаю очень сильно. Вот. Значит, эээ, с этим нужно работать. Что-то, что-то, не просто, не просто шаг, да. Если это вам нужно, если вы ставите себя в зависимую зависимость от мамы, от ее, так скажем, модели поведения, вот, ну, значит, вы не чувствуете себя самостоятельно. Вот. И, до сих пор, до сих пор, ээ, пытаетесь, возможно, что-то, эээ, значит, своей маме доказать. Да. Вот. Ну, тут нужно понимать, что, опять же, пытаясь что-то доказать, вы доказываете только себе. Да? То есть вы не доказываете маме ничего, маме вы не доказываете, потому что маме это неинтересно. Вы доказываете только себе. И разговор вы ведете, эээ, ну, тоже, по сути, эээ, с тобой. Вот. Ну, поэтому я думаю так. Так, вот вы пишите, что, значит, мама не воспринимает мою психологию жизни, не уважняет, скорее всего, не слышит меня, когда я с ней о чем-то говорю, делит своими мыслями. Так, может быть, и не нужно тогда делиться с ней своими мыслями. Или, если вы, эээ, делитесь, эээ, вот, эээ, с ней, эээ, чем-то, да, то, вопрос, эээ, я вам, эээ, задам такой вопрос. Если вы делитесь, эээ, с ней чем-то, то, эээ, для чего вы это делаете? Зачем вы делитесь с ней чем-то? Аээ, что вы хотите получить? Понимаете? То есть, если вы делитесь, то вы просто рассказали, эээ, что-то. И всё. Если вы делитесь, именно. Но у вас, ээээ, получается, эээ, всё совсем не так. У вас получается так, что вы, эээ, делитесь. И у вас получается так, что вы хотите чего-то взамен получить от своей мамы. А вопрос-то весь заключается в том, может ли мама дать вам того, что хотите вы. Может ли мама дать вам то, что вы хотите, может ли мама дать, эээ, то, что вам нужно. Понимаете? И, эээ, судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы пишете, ваша мама не может дать вам того, что вы хотите. И вопрос здесь заключается опять же в том, да, эээ, виновата ли она в этом, в том, что не может дать вам того, что вы хотите. Вопрос заключается в том, эээ, что вы требуете от неё того же, что нужно вам. Вам. Да? Так, эээ, вы хотите поменять, эээ, человека, который уже, ну, достаточно долго живёт, да, и который меняться, скорее всего, не готов. Вот, вы хотите поменять человека, но не хотите меняться сами. Получается, получается, эээ, так. Это, конечно, на мой взгляд, это, ну, дается в, в, коррекции. Потому что, эээ, если вы делитесь с мамой, она вас не понимает, вы делитесь с ней, эээ, снова, да, что вы, по сути, ну, как бы, наступаете на одни и те же грабли. Вот. Вы говорите, что мама не понимает, эээ, мою психологию, а должна понимать вашу психологию? Да? А вы считаете, она может понять вашу психологию? А вы считаете, что это хорошо? Что она, ну, вы считаете, что было бы здорово, если бы она понимала вашу психологию? Вот, а я, например, думаю, что, нет, ээ, что это было бы... абсолютно ужасно, если бы она понимала вашу психологию. Почему? Почему? Потому что тогда не было бы разницы в поколениях, то есть чем бы тогда, грубо говоря, отличались бы вы от неё. Но вам это нужно. Вам нужно, чтобы она понимала вашу психологию. И меня интересует только, меня интересует только для чего. Вам это нужно, для чего? Вам это нужно, зачем? Ведь вас это реально волнует, я вижу. Но вот почему волнует вас это? Вы об этом не пишите. А жаль, это принципиально важный момент. В том, что касается вас. Дальше. Так. Частоты вообще не совпадают. Опять же, обратно, она все время на повышенной тональности говорит, как будто гонит и гонит быстрее, принимает решение и действует. Смотрите. Вы говорите сейчас о маме или о себе? Т.е. Вам не нравится, что она гонит вас, вам не нравится, что она, как бы, ну, принадлежит вас. Вам не нравится, что она, как бы, наверное, заставляет вас. Вам не нравится, что она на повышенных тонах с вами общается. Ну так, это она общается с вами так, а не вы с ней. Это она так с вами разговаривает, а не вы с ней. И это она всегда, скорее всего, так с вами общалась. Я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что скорее всего всегда. И как это получается, что, значит, до поры до времени вас это устраивало, да, вот, а сейчас это устраивать перестал. Так это, или как, понимаете, вот. Ну и в целом, в целом, в целом позиция, когда человек пытается переделать другого, это скорее всего, значит, тоже взялся из арсенала вашей мамы. Я, конечно, не знаю, но думается мне, что есть, ну вот, такая вероятность, есть такой, такой, такой процент того, что это вот так, на самом деле. Вот. Ещё раз повторю, я, конечно, не знаю, да, как обстоят дела на самом деле, но думается мне, что так. Вот. То есть вы пытаетесь сейчас сделать так, чтобы, чтобы хорошо было вам, опять же, не надо. Дальше. Конечно, понимаю, возраст нелёгкий, как бы снизить у нее этот уровень напряжения? Ну, во-первых, понять, чего она хочет, вот, то есть, вам это можно и нужно сделать, в любом случае, в случае вас, то есть, именно понять, что ей нужно, да, то есть, понять, что ей движет. Ну, или с психологом поговорить на эту тему, чтобы увидеть, что ей движет, что ей нужно, вот, и, соответственно, помочь ей удовлетворить свои желания, которые у нее есть, это с одной стороны, а с другой стороны необходимость, чтобы вы перестали быть для нее грушей для битья, да, то есть, чтобы она с вами перестала реализовывать какие-то свои потребности, там, желания и прочее. То есть, то есть, чтобы она понимала, что вот есть свои, и вы, как бы, себя, да, в обиду, там, не дадите, грубо говоря, ну, грубо говоря, да. Вот, вот так, а иначе, 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 иначе никак, к сожалению. Не получится по-другому ничего, ничего, ничего сделать. Вот. Но сейчас, опять же, если вы хотите, чтобы человек снизил уровень своего напряжения, то ему нужно захотеть этого, собственно, самостоятельно. Понимаете? Вот. А до тех пор, пока он самостоятельно этого не хочет, ну, вряд ли, что-то изменит. Ну, абсолютно. Потому что его всё, его всё устраивает человек. А это значит, что вам необходимо, это значит, что вам необходимо поставить свою маму перед определенными последствиями. Вот. И когда она увидит последствия своих действий, когда она почувствует, что делает что-то неправильно, вот только тогда, она начнет что-либо менять. И только тогда она рассмотрит какие-то другие варианты своего поведения. В том числе и для вас. Ну, по отношению к вам, что-то точнее. Вот. Это то, что касается данной ситуации. Что-то я хочу спросить у вас. Да? Что-то я хочу спросить у вас. Это то, какую выгоду, как вы думаете, какую выгоду вы обе получаете от того, что находится в этой ситуации. Обнакомьтесь с треугольником Карпмана. Я думаю, что там ответы вам будут ясны. Вот. Значит, как бы снизить уровень напряжения, понимание друг друга? У меня это прям навязчиво в идее стало. Я очень за это переживаю очень долгое время. В чём переживание? Какое значение вы вкладываете в то, что происходит? То есть, ну, логично, что мама это мама и что у неё в общем и целом своя жизнь, что у неё в общем и целом свой путь. Вот. Вы же как будто бы своей маме не позволяете идти своим путем. Вот. Вам важно есть что-то доказать. Вот и возьмите, возьмите, возьмите за это ответственность на себя. Ну, а навязчивая мысль это, возможно, идёт из того, что ваша мама запретила вам, ну, что-то типа того, запретила вам быть счастливой до тех пор, пока, ну, например, несчастлива она, допустим. Допустим. Именно допустим. Не говорю, что это обязательно так, но тем не менее. Вполне может, вполне может быть. И если это так, то с этим можно и нужно будет раздираться. Вот. С этим можно и нужно будет что-то делать. Если вы хотите. То есть, отделите, вот отделите то, что навязчивая идея, да, у вас отделите то, что у вас навязчивая идея, от того, что, ну, что интересно, чего хочет ваша мама. И то, что вам, собственно говоря, нужно, интересно, да, и так далее. Вот. Я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш запрос. То есть, мама, понимаете, мама, до тех пор, пока у вас фигурирует, фигурирует мама, а не я, вы будете от неё зависимы. Пока вы будете от независимых, вы всегда будете несчастливы, всегда думаете о неё. Вот. Сепарация. Сепарация от мам. Как у вас дела обстоят с личной жизнью? Как у вас обстоят дела с профессиональным родом? Как у вас обстоят дела, собственно, с вашей психологией жизни? То есть, если она у вас есть, эта психология жизни, то, как бы, чем обусловлена потребность доносить её маме, например? А как сделать так, чтобы мама хотела воспринимать её? Понимаете? Вот. Ну, вот об этом и нужно подумать вам. И поиследовать ваши требования, ваши ожидания от своего родителя. Потому что ожидания есть, их, ну, как бы, нормально, вот этих ожиданий. Ну, а вопрос в том, может ли, может ли, может ли вашей маме их удовлетворить? Вот. И интересно ли вам этот момент? Может ли она их удовлетворить или нет? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!